МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Вездеход» и мы ее ведущие. Я Георгий Белов, а это мой коллега... Григорий Алешин. Мы начнем с рубрики «Тест-драйв». И нам сегодня досталась машина, которую знают даже те, кто в автомобилях, в общем, не разбирается. Это, конечно, легенда, символ внедорожников как класса автомобилей, и англичане считают, что это лучшая машина на планете. Ну что, дядя, дай покататься. Ну, рыбак-теоретик, попробуй. Йо-хоу! Еще надо понять, куда вставлять ключ. Посмотрим, найдет ли он замок зажигания. На «Дефендере» он находится слева, как на классических «Жигулях». А все привыкли к тому, что замок справа. О! Скважины здесь с левой стороны. То есть в чем-то «Дефендер» похож на «Порше». Еще нужно будет тронуться. Сцепление у «Дефендера» очень тугое, поистине мужское. Нужно иметь очень хорошо накачанную левую ногу, чтобы его нормально выжать. Работает! Волшебная машина! Просто невероятная! Ой, это «Дефендер». Попробуем еще разок. Наши покатушки мы начнем на шоссе. Там, где «Дефендер» до сих пор чувствует себя незваным гостем. А вот так вот, шевеляя разболтанным рычагом коробки, упираясь плечом в переднюю стойку, вот так вот и поедем. Собственно, езда по асфальтовому покрытию – это вспомогательная функция у «Дефендера». Это не основная его задача. Это как бы, вроде как, необходимое препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы попасть в естественную среду обитания на бездорожье. Но вот как раз о бездорожье нам будет рассказывать Гриша. А мне, пожалуй, что пора вылезать и передавать ему борозды правления. Ну что, накатался? Я уже замерз тебя ждать. Накатался. В общем-то, по первым ощущениям, она мало чем отличается, скажем, от «Ваз Хантера», от нашего козла традиционного. Но она стоит, как четыре козла. Но четыре козла не дадут такого концентрата пафоса, как один «Дефендер». Это во-первых. Во-вторых, многие считают, ну не многие, но есть такие люди, которые считают, что каждый день ездить на «Дефендере» по Москве – это нормально. Потому что это очень удобная машина. Но главное предназначение этой машины, конечно, бездорожье. В машине за примерно миллион семьсот тысяч рублей нужно даже уплотнитель дверной каемки всегда поддерживать рукой, прежде чем закрыть дверь. У владельцев «Дефендеров» это движение доходит до автоматизма. И они тоже в этом видят свой шик. А теперь поехали на полигон. Вообще «Дефендер» считается как бы не просто внедорожным, но еще и экспедиционным автомобилем. «Дефендер» имеет постоянный полный привод. Ни передок, ни задняя ось в него никогда не отключается. Но на бездорожье все-таки лучше включать пониженную. То есть когда мы идем на первой пониженной, мы можем, во-первых, даже не притрагиваться к газу, а во-вторых, отпустить сцепление, выйти и пойти рядом с автомобилем. Автомобиль будет ехать сам по себе с постоянной скоростью и не заглохнет даже на подъеме. Потому что это «Дефендер». Гера, как ты думаешь, я спущусь с этого холма? Вот что я тебе скажу, Гриша, спуститься ты сможешь в любом случае, потому что силу протяжения никто не отменял. Но вот спуститься, не кувыркнувшись через крышу, тут, мне кажется, нужны уже какие-то дополнительные навыки. Ну тогда поднимайся, я покажу тебе, как это делается. Ага. Давай руку. Давай. Оп. Так. Садитесь. Пристегивайся, пожалуйста. Тут предупреждать не надо. Это на первый взгляд страшно. Ого. Да уж. Но действенно. Так, смотри, это действительно плохо. Вот они, вот они руки. Вот они руки и ноги. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да, пешком это не так страшно, как на машине, надо признаться. Слушай, ну что, доверишь мне попробовать разочек это сделать? Это, конечно, жуткое ощущение, когда ты абсолютно не видишь, что происходит перед капотом. Но ты же уже выставил машину на нужный курс. А теперь ты уже видишь, что происходит перед капотом. И совершенно спокойно спускается. Видишь? Слушай, на самом деле, это не так уж страшно. Мне казалось, что ощущения будут намного более острыми. Но ничего. Ну что, как бы ни было трудно в это поверить, я все-таки вот оттуда спустился. Но я тебе возвращаю, твоего любимца. Давай, давай. Посиди уж лучше пассажиром. Вот, например, этот автомобиль. Гриш, внешне он у нас похож на стандартный УАЗик. Это внутренне он похож на стандартный УАЗик. А внешне мы сейчас посмотрим, на что он похож. О, смотрите, какая вещь. В мире полно УАЗов. В мире полно машин с очень большими колесами, но не все они одинаково хороши. Этот экземпляр мы выбрали не просто так. Дело в том, что у него есть несколько очень интересных, а может быть, чем-то даже уникальных особенностей. Гриш, каких именно? Во-первых, это настоящий внедорожник, как можно заметить. Во-вторых, это настоящий внедорожник ценой до миллиона рублей. Так что, если вы искали, он перед вами. В таких проектах всегда важны тонкости, детали и нюансы. Кому, как ни человеку, который его строил, знать об этой машине все. Сергей, привет. Добрый день. Скажи, первое, что я знаю про этот автомобиль, что он собран целиком из российских деталей. Как удалось это сделать и, собственно, что за детали используются? Совершенно верно. Здесь мы видим мосты от ГАЗ-66. Мосты, эти все знают, проверены временем, сомневаться их не приходится. Очень надежные и в то же время очень прочная конструкция у этих мостов. Ну, шишига классика, да? Одно слово, шишига. Внедорожник начинается с колес. Давай, колеса, конечно, тоже необычные. Колеса, да. Колеса здесь стоят от БТРа. У них больше диаметром, чем у ГАЗ-66. Гриша, иди сюда. Как человек, знакомый с этим аппаратом, продемонстрируй хотя бы часть его способностей. Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стандартный у вас сам по себе отличная машина для охоты и рыбалки. Но на мостах от Шишиги вы проезжаете там, где на обычном УАЗе вы даже и помыслить не могли. А на этом наша сегодняшняя программа заканчивается. И с вами были ее ведущие. Я Георгий Белов. И я Григорий Алешин. До свидания. Счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова